Создание видео может занимать очень много времени. Съемки, режиссирование, монтаж. В любой момент простой, казалось бы, процесс может превратиться в головную боль. Но кто сказал, что в создании видео не может быть обходных путей? Чит-кодов таких. В этом видео я покажу тебе, как при помощи парочки маленьких изменений можно существенно ускорить создание видео. Готов? Погнали. Первый пункт довольно очевиден. Научись правильно менеджить файлы. Беспорядочный набор видеофайлов, звуков и картинок это самый настоящий враг монтажера. Каждый раз перебирать десятки файлов в попытках найти нужные может занимать столько времени, что весь рабочий процесс полностью разрушится. Лично я люблю делить файлы вплоть до сцен. Но тебе, наверное, лучше начать с более простого подхода. Допустим, я делаю новое видео для Movavi. Какие три типа файлов у меня будут? Исходники, записи экрана и финальные видео. Следовательно, я создам папку с исходниками и закину туда все мои видео, все звуковые эффекты и все картинки. А все, из чего буду собирать ролик, пойдет в папку с ассетами. В папку с записями экрана, естественно, пойдут записи экрана. А в папку с финальными файлами отрендеренные видео. Кроме того, я советую называть сами файлы в папках... Блин, понятно. К примеру, у меня есть видео торта. Я называю этот файл торт, а не F354, не знаю, 1. То есть легко и просто, да? Даже такая простая структуризация позволит не запутаться в десятках файлов и оптимизировать процесс монтажа. Второй пункт — это правильная конвертация файлов. В монтаже очень важно, чтобы видео были в правильном формате с правильным кодеком. Не все форматы и кодеки одинаково хорошо перевариваются монтажными программами. Некоторые камеры могут писать видео в таком формате, что его раскодирование и даже простое воспроизведение заставят комп попотеть. Однако, если уж так получилось, что ты не обратил на это внимание, я рекомендую перед началом монтажа конвертировать видео в более эффективный формат. И в этом отлично подойдет конвертер видео Movavi. Открываем программу, нажимаем на плюс и выбираем нужные файлы. Как только добавим файл, программа нам покажет свойства исходного файла и свойства конвертированного файла. Нажав на компресс файл, можем выбрать, насколько мы хотим сжать изображение, а также битрейт видео. Чтобы поменять кодек, нужно кликнуть на вот этот значок в левом нижнем углу. В появившемся окошке можем поменять кодек, разрешение, соотношение сторон, битрейт формат и много чего еще. Я рекомендую все конвертировать в кодек H.264, потому что он самый популярный и видеоредактор Movavi отлично оптимизирован для работы с этим кодеком. Жмем на кнопку конвертировать и все. При желании можно также увеличить разрешение видео. Например, видео снято 720 пикселей, а переснять нет возможности. Кликаем на AI Upscaling, добавляем файлы и выбираем увеличение в 2, 4 или 8 раз. Искусственный интеллект проанализирует каждый кадр и дорисует недостающие детали. В прошлых видео я уже показывал этот эффект, но давайте покажу еще раз. Вот мы увеличивали видео моста и видео с цветком 720 пикселей до 4К. Просто посмотри на эту разницу. Следующий совет. Используйте фото и видео стоки. При создании видео не обязательно лично снимать каждый кадр. Некоторые вещи можно просто скачать из интернета. К примеру, ты делаешь видео про высокую, не знаю, кухню. Идти в ресторан и проситься поснимать на кухню, ну точно не вариант. А вот скачать видео поваров с видео стока, ну очень даже вариант. Такие видео, как правило, качественно сняты, в высоком разрешении и с правильным светом. Мы в команде Movavi постоянно пользуемся видео со стоков, потому что, ну так банально проще. Сервисов, которые предоставляют видео много. Это Envato Elements, это Vitevo, это Pixabay, Artgrid. Это лишь некоторые из них. Открыв любой из этих сайтов, мы сразу получаем бесконечный список видео. Но если нужно что-то конкретное, в поиске можно всегда вписать запрос и найти то самое видео. Все эти сервисы, конечно, не бесплатные и требуют подписки, но цена на подписку, как правило, небольшая. Некоторые из них даже бесплатные. И можно подумать, если у тебя заранее придуманы темы будущих роликов, можно скачать сразу сотню видео со стоков и отменить подписку. Мы, конечно, не рекомендуем так делать, просто потому что платформы в основном это запрещают. Даже если ты накачал кучу роликов, как только у тебя закончится подписка, скаченное видео ты уже использовать не сможешь. К тому же никогда не знаешь, какое видео может понадобиться. Еще один способ ускорить создание видео, это использовать шорткаты клавиатуры при монтаже. Один шорткат разницы не сделает, а вот несколько. Если ты научишься использовать шорткаты, многие операции будут занимать намного меньше времени. В видеоредакторе Movavi при помощи комбинаций клавиш можно разрезать видеодорожку, добавлять новые файлы, добавлять кейфреймы анимации и много чего еще. Выучить эти комбинации не составит труда, так как они специально сделаны очень простыми и понятными. Две, максимум три кнопки и все. Когда-то я не использовал шорткаты, но после того, как я их выучил, время монтажа у меня сократилось, ну, минимум на 10-15%. Так что обязательно выучи комбинации клавиш в Movavi. И идем дальше. Создание и сохранение собственных эффектов. Бывает так, что в видео используются одни и те же элементы. Логотип, плашка с текстом или анимация стикера. Каждый раз делать все сначала, ну, просто неэффективно. Мы же тут боремся за сокращение времени монтажа. Поэтому я советую сохранять все созданные эффекты и анимации текста. Как это сделать? Берем вот такое вот видео, переходим во вкладку с текстом и выбираем какое-то интересное оформление. Я поменяю текст, шрифт и цвет. Теперь переходим на вкладку новый пресет и сохраняем наш уникальный текст. Теперь каждый раз будет достаточно просто открыть список эффектов текста, выбрать свой и просто перетащить его на таймлайн. Сделал эффект один раз, сохранил, сэкономил время. Следующий совет. Пользуйтесь встроенным контентом видеоредактора Movavi. Стикеры, эффекты видео и звука, картинки, переходы, улучшалки видео и прочее. Программа по умолчанию предлагает огромное множество эффектов и элементов, которые могут быть использованы при создании видео. Переходы больше не нужно создавать самому, а эффекты можно просто перетянуть на видео. Хотите создать эффект картины маслом? Легко. Трясущаяся камера уже. Фтилизация под пленку готова. Даже без скачивания кучи файлов и картинок из интернета, только при помощи встроенного контента в видеоредактор Movavi можно создавать крутые видео. И кстати, Movavi Unlimited это полноценный пак всего, что может понадобиться начинающему фильммейкеру. Интуитивно понятный интерфейс не позволит запутаться, а логичная структура позволит легко найти любой эффект за считанные секунды. Комплексные эффекты упрощены до нажатия одной кнопки, вырезание и удаление фона, улучшение качества видео, удаление шумов и очистка голоса. Даже такие сложные эффекты теперь становятся простыми. И кроме всех умных функций, программа дает возможность настроить все вручную. К примеру, цветокоррекцию можно делать полностью вручную или же просто накинуть готовый пресет. Шумоподавление можно либо сделать в один клик, либо настроить очень гибко через шумовой гейт и эквалайзер. И что особенно приятно, программа отлично работает даже на слабеньком компьютере. Создавать крутое видео можно и, я не знаю, на бабушкином ноутбуке, снимая на фоне стены без микрофона. Магазин эффектов Movavi Unlimited легко позволяет оставаться в тренде. Помимо стандартных тематических наборов, вы найдете там уникальные паки с эффектами наложения. Они помогут не только настроить атмосферную цветокоррекцию видео, но и стилизовать их. Это отличное решение для создания уникальных интро, перебивок или переходов. Таких наборов с эффектами наложения в магазине уже больше десятка, и коллекция постоянно пополняется. Все это огромное многообразие доступно по подписке. Только для тех, кто смотрит это видео, Movavi Unlimited будет доступен со скидкой 20% по промокоду VLOG20. Так что обязательно переходите по ссылке ниже, чтобы воспользоваться эксклюзивным предложением Movavi VLOG. А если встроенных в программу звуковых эффектов недостаточно, я рекомендую создать собственную библиотеку звуков. Часто так бывает, что одни и те же аудио используются в каждом видео, но скачивать их отдельно, каждый раз вспоминая, на каком сайте ты нашел тот или иной звук, ну попросту неэффективно. Поэтому я советую сразу складывать все аудиоэффекты и треки в один большой сборник звуков. Покажу на своем примере. Вот у меня есть папка со звуками. И в этой папке много папок поменьше. Грустная музыка, рок, поп-мотивы, просто звуковые эффекты и так далее. Такая библиотека звуков не только помогает мне экономить время, но и делает видео более цельным. Так как из видео в видео повторяются одни и те же звуки. Совет номер восемь. Пользуйся умными функциями. Разработчики Movavi отлично поработали над тем, чтобы сделать сложные и кинематографические эффекты доступными каждому. К примеру, удаление фона. Раньше такой эффект требовал покадрово вырезать объекты вручную, но теперь же все занимает буквально пару секунд. Вот как это сделать. Кликаем по дорожке с нашим видео правой кнопкой мыши, переходим в Tools, Background Removal и удаляем фон. Можем выбрать два варианта удаления. Quick — это более быстро, но менее точно. И Precise — это очень точно, но дольше. Останется лишь подождать немного и все. Программа автоматически отделит объект на первом плане и удалит фон. Или возьмем, например, шумоподавление в видео. Конечно, можно залезть в настройки эквалайзера и шумового гейта и вручную играться с параметрами, но можно ведь просто сделать два клика. В Tools выбираем Noise Removal. Также эту функцию можно найти, нажав на More Tools и перейдя в раздел Audio. Программа автоматически выберет удаление шума при помощи искусственного интеллекта, и все, что нужно сделать — это нажать Apply. Искусственный интеллект легко очистит звуковую дорожку от досадного шума ветра, машин и даже чужих голосов. Все эти умные функции созданы специально для экономии времени, так что ни в коем случае не забывайте про них. Они реально делают монтаж проще и быстрее. В создании видео планирование — это ключ к успеху. Ты должен заранее подумать, что снимать, как снимать, как это смонтировать, какие звуки и переходы добавить. Конечно, просто снимать все подряд — тоже вариант, однако придется тратить много времени на монтаж, пытаясь из бессвязных видео собрать что-то осмысленное. Я советую сначала думать, а потом снимать. Конечно, рисовать сториборды, как в кино, не нужно, но хорошо бы заранее продумать, какие проводки камеры нужно снять, как они между собой связаны и как будет развиваться повествование. Поверь, если подходить к созданию видео ответственно, уделяя время планированию, весь процесс от идеи до финального видео может занимать не дни, а считанные часы. Так что планирование, планирование и еще раз планирование. Импровизация — это всегда хорошо, но самое главное — снять костяк, основу видео, а всю импровизацию и внезапные идеи можно уже накидывать сверху. И последнее — не переусердствуйте. Любое видео должно быть лаконичным, соблюдать баланс во всем. Объясняю. Если в видео будет перегруз по переходам и эффектам, смотреть будет сложно. Если звук будет чересчур обработан, зрителям может быть неприятно слушать. Если монтаж будет слишком быстрым или чересчур неторопливым, зритель может устать или заскучать. Важно соблюдать баланс и не увлекаться. Хочешь добавить эффекты? Добавь 2-3 на все видео. Хочешь поправить цвет? Не делай вырвиглазные цвета. Переходы? Выбери такие, чтобы соответствовали тону и идее видео, чтобы помогали рассказать историю. То есть научись соблюдать баланс между ленивым монтажом и ответственностью, и зрители к тебе потянутся. Это были мои 10 советов, как ускорить создание видео. Постарайся интегрировать их в свой рабочий процесс, и ты увидишь, насколько простым и быстрым может стать монтаж. Также попробуй Movavi Unlimited, перейдя по ссылке в описании. Спасибо, что досмотрели это видео до конца, и увидимся в следующем выпуске.